С нового года в России начал действовать федеральный закон, который регулирует работу розничных рынков. Его основное требование – торговля должна вестись не под открытым небом, а только в крытых капитальных зданиях и сооружениях. Насколько готовыми оказались к этому рынки Волгограды, как данное, нововведение сказалось на условиях обслуживания покупателей. Об этом в материале Станислава Лопатина. Начало действия закона о розничных рынках федеральные законодатели в течение последних пяти лет переносили несколько раз по просьбе предпринимателей. Ведь строительство капитального здания – процесс длительный и весьма затратный. Но, как считают в Департаменте предпринимательства и потребительского рынка Волгограда, времени на подготовку к новым требованиям, вступившим в силу с этого года, было вполне достаточно. И большинство рынков в областном центре успели к назначенному сроку. На сегодняшний день на территории Волгограда имеют статус рынка 19 предприятий. Они расположены все в капитальных зданиях и сооружениях из 27, которые существовали до 1 января. Все 19 рынков продолжают свою работу в соответствии с действующим законодательством. Один из таких – вещевой рынок Альтаир в Ворошиловском районе. На месте бывшего здесь старого сооружения ангарного типа построено трехэтажное здание, в котором сегодня уютно себя чувствуют и покупатели, и продавцы. Конечно, очень удобно, очень удобно. Вы сами видите, как тепло здесь, светло, чистый – это самое главное. Но не сравнить, конечно, как раньше было. Да, на колене грязь, везде неудобство. А сегодня, чтобы вот есть удобство. При этом, как отмечают продавцы, повышение платы за торговое место, как они опасались, не произошло. Поэтому и цены на товары остались прежними. Меняется условие к лучшему и на продуктовом рынке «Вельт». Здесь, правда, не успели до нового года закончить капитальный ремонт здания из-за бракованной партии строительного материала, предназначенного для замены кровли. Но руководство обещает, возникшие проблемы скоро будут решены, и работы завершатся в ближайшее время. В начале февраля, я думаю, что мы все сделаем, то, что сверху, то, что отопление, то, что кондиционирование. А уже, когда будет наступить более теплая погода, более теплые дни, будет плитка на полу. И я думаю, что у нас предприятие будет похоже на мини-такой торговый центр. Как сейчас это модно, как сейчас это современно, как это красиво и как это удобно для предпринимателей, торгующих на рынке и для покупателей. В целом, вовгоградские рынки к исполнению федерального закона подошли ответственно, отмечают в городском департаменте предпринимательства. Лишь три предприятия перешли в статус торговых комплексов из-за невозможности строительства на своих территориях капитальных зданий по градостроительным нормам. У тех предпринимателей, которых позволяет денежные средства и возможность, прежде всего, строительства, они исполняют закон. Тех, которые не хотят исполнять закон, у нас нет. У нас есть просто невозможность строительства. В числе городских рынков числятся еще и пять сельскохозяйственных, которые пока могут продолжать свою деятельность вне капитальных зданий и сооружений. Не исключено, что в дальнейшем их тоже коснутся нововведения, ведь торговать под открытым небом им разрешено до 2015 года.